Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Итак, если рождение свыше немыслимо без воскресения Иисуса Христа, то крещение в Духе Святом немыслимо без вознесения Иисуса Христа. Давайте прочитаем один отрывок. Это 2 глава Деяния, 32-33 стих. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен Десницей Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Что и произошло в этот момент. Иерусалимская церковь, апостолы получили крещение Духом Святым, был шум с неба, был гром и так далее. Люди собрались, начали интересоваться, что здесь происходит. Они увидели апостолов, которые лежали, кто лежал, кто стоял, кто сидел, но всех их объединяло то, что они молились на различных языках. Петр, встав, начал проповедовать и объяснять собравшимся, что происходит в этом месте. И, среди прочего, Он говорит, что то, что вы видите, это результат того, что Иисус вознесся на небеса. Он вошел в небеса, Он получил от Отца обетование Духа Святого и Он излил. Если Иисус не попадает на небеса, если Он остается на земле, то обетование не будет исполнено. Ему должно было, как первосвященнику, взять жертвенной крови и войти в небесное святилище для того, чтобы покропить роги жертвенника, для того, чтобы принести эту кровь перед лицо Господа для вечного искупления. Посланники евреям апостол Павел достаточно много на эту тему пишут, что Иисус был тем первосвященником, который единожды один раз вошел в святилище и навсегда сделал совершенными тех, за кого Он принес эту жертву, то есть за всех, совершенно всех людей. Но это дало не только полноту искупления, но это также дало возможность, чтобы Христос излил Духа Святого в нашу жизнь. И Дух Святой излился. Две тысячи лет назад Он излился на апостолов. Правда, очень многие люди сегодня говорят, что Он излил Духа Святого, дал нам, у нас есть этот сосудик, и теперь мы на кого хотим, на того их изливаем. Но я хочу напомнить то, что я говорил в первой или второй капле, что единственным, кто имеет право и делает это, то есть крестить Духом Святым, является Иисус Христос. Ни кто-то другой. Субтитры подогнал «Симон»!